Привет, друзья! Снова в эфире рубрика «Экспресс-разбор». И сегодня я разберу важную тему, из-за которой на самом деле совершается очень большое количество ошибок, особенно на низких лимитах, но на самом деле они происходят и на высоких лимитах, и на средних. И вот на примере своей раздачи, на примере моей ошибки, я разберу, почему на самом деле спектр всегда первичен, то есть как вы оцениваете спектр оппонента, каким он является, а все остальное вторично. Всякие сайзинг-тейлзы, тайминг-тейлзы, динамика, когда вы там по динамике типа с кем-то рубитесь. То есть это все вторично, и если вы будете выводить это на первый план, то есть думать про то, какая у вас динамика, как там оппонент, какой у него был тейлз, то вы чаще ошибетесь. То есть первичен всегда рейндж, как оппонент играет, какой у него спектр рук, а все остальное уже вторично. Давайте вот эту очень важную тему разберем на примере моей раздачи, ну и забегая вперед, да, я ее сыграл некорректно, да, причем некорректно, вы сейчас узнаете, где я ее сыграл. Я открыл туз валет на Котофе против ББ, это айпокер, РНЛ-100, вышел в флоп 6-6-4 с ВД, и вообще такая ситуация, с туз хай обычно располагает нас к чекбэку. Если бы я играл где-то на старзах, наверное, я бы так и сыграл, но особенности поля на айпокера в том, что здесь люди очень часто выкидывают на конбет без позиции, они оверфолдят, и здесь на самом деле более плюсовой стратегией будет просто поставить конбет и особо не париться. При этом вообще конбет неплохо сюда ставить и треть пота, но у меня забит сайзинг полпота, я играю на стримах, и иногда вот когда там нужно какой-то более тонкий сайзинг выбрать, который это даст чуть-чуть более плюс его, я выбираю просто для меня более привычный сайзинг полпота. Хотя в целом в такую структуру доски лучше, если ставить рейнджбет, ставить его третью пота, так что имейте в виду, ну здесь я поставил полпота, то есть тут такая уже небольшая помарка с точки зрения размера ставки, но дальше происходит интересное, да, наш оппонент играет чекрейс, и собственно это самое худшее, что здесь может произойти, когда у нас туз хай, да, и мы получили чекрейс, то есть оппоненты как раз компетентные, которые понимают, что такую структуру доски, например, очень часто будут ставить конбет, сжигают эквити ваших рук чекрейсами, и самое неприятное, когда сжигают эквити ваших средних рук, которые как раз в среде нужно будет там чекбэкать, ну например, вот рука по типу туз хай с пиковым тузом, но при этом я понимаю, что в принципе, раз он сюда поставил чекрейс, ну в целом он будет, наверное, чекрейсить достаточно здесь часто, где-то он уже, по-моему, до этого один раз чекрейзанул, как я увидел на там эту небольшую выборку, и поэтому в целом я понимаю, что, блин, ну слушай, у тебя здесь не так уж и много 6х фулов, да, ты играешь ББ против котов, и у меня здесь есть плюсовый колл с моими оверкартами, сейчас я вот это проверю во флабзиле, да, и здесь в принципе оппонент может широко чекрейзить, я ему задал там трипсы, часть оверпар, часть флэш-дро, ОСД, гадшоты, какие-то хорошие, бэкдор, флэш-дро с оверкартами, и у него получился большой здесь чекрейс, 19%, и на самом деле для такой структуры доски это достаточно справедливо, если вы будете играть там в более агрессивных полянах, да, либо лимиты какие-то выше, то вот в такие структуры вы можете действительно видеть чекрейзы и 19, и 20, и 30%, особенно вот на тех полях, где люди уже понимают, например, что сюда ставится очень широко, вот, и как вы видите, на самом деле тус валет против такого рейджа чекрейза имеет неплохое эквити, 46%, поэтому я нажал колл, и вышел очень интересный терн, вышел терн с фдшкой, и здесь это интересно с точки зрения того, что на самом деле, как правило, у оппонентов не хватает фд в рейнже чекрейза, то есть их чекрейз здесь будет достаточно поляризированный, это либо какие-то 6х фулы, либо воздух, ну, типа там ОСД гадшоты и небольшое количество фд, но этому оппоненту достаточно большое количество здесь фд добавил, потому что, в принципе, ну, оппоненты здесь могут чекрейзить флэш-дро, типа там, по королю, по даме, они могут их чекколить, но 50% я им задал в рейнже чекрейза, и, несмотря на это, да, он здесь ставит часто 55%, то есть здесь мы по-прежнему можем играть колл, и вот здесь начинается самое интересное, то есть, типа, у меня в голове было убеждение о том, что, ну, типа, чел, ты в такую карту вроде как должен большую часть своего рейнжа играть через чек, у тебя здесь мало флэшей, трипсы здесь ты должен часто чекать, ну, вот, и, ну, типа, соответственно, я здесь могу попроще коллировать, потому что у меня нацио флэш-дро есть, и поэтому, ну, типа, колл не обсуждается, да, типа, колл не обсуждается, и вот тут уже после этого колл на терне начинается интересное, да, как вы видите во флабзилке, да, колл по терну нормально, у нас тут 39% equity, то есть, ну, вполне себе хороший здесь колл, и выходит вот такой ривер с девяткой, и в нас идет ставочка очень небольшая, из-за которой, ну, типа, из-за которой, на самом деле, я сагрился, то есть, типа, я не подумал про спектр первичный, а я подумал, так, короче, типа, маленькая ставка, плюс что-то у тебя value здесь не хватает стерна, как мне показалось, то есть, ну, давай-ка, наверное, все-таки я в тебя заблевпушу, то есть, ну, типа, нациоффе флэшей у тебя здесь нет, у меня есть все нациоффе флэши, у меня здесь есть все фулы, то есть, у меня перевес по нациоффе, ну, и очевидно, что, типа, такую руку я должен тогда превращать в блеф, то есть, я же не могу здесь пихать только, ну, типа, только value, ну, и вот эти начали рассуждение, что, типа, я могу, я не могу, там, да, по ГТО я что-то должен здесь запихнуть, чтобы у меня был какой-то блеф рейндж, а не только нациоффе, но на самом деле это все вторично, да, то есть, первично, когда вы оцениваете свою раздачу, типа, у вас вообще плюсовый здесь будет пуш против рейнджа или не плюсовый, если он не плюсовый и минусовый, нахрен там что-то там балансить, ну, вот, зачем, для чего, для того, чтобы, типа, сыграть его в минус, ну, нет, тем более против неизвестного оппонента, против которого у вас там еще никакой предыстории нет, ну, типа, смысла в этом нет, то есть, и здесь, если более глубоко разобрать эту раздачу, то есть, я вижу, вот, его рейндж, что он ставит часто, 72%, но даже если он здесь блефует, дальше он проставляет часть топ-пар, дальше он все триокайн таким стайзингом проставляет, чтобы, типа, сыграть бэтфолд, и потом бетфолдит и часть стритов бетфолдит и только колет там условно фулши плюс, нам все равно не хватает фулт-эквити для плюсового пуша. То есть он будет ставить 72%, а при этом коллировать 43%. То есть наша фулт-эквити на ривере будет примерно 47%, а у нас требуемая фулт-эквити 50%. То есть в целом это будет минусовый пуш. И вот здесь, понятно, что здесь можно подискутировать, и там можно все-таки уговорить себя на ковр, цинализировать это как-то. Но в целом я хочу, чтобы вы вынесли основную идею из этого видео в том, что всегда думайте сначала о рейнже. То есть если бы я здесь подумал, как вообще выглядит его рейндж, насколько много у него все-таки может быть здесь флешей, много фулов, а у него на самом деле их достаточно здесь, что в принципе не всегда он будет тут трипситы и выкидывать, если он ставит треть пота, что каких-то адекватных блефов у него не так много здесь. То здесь я бы скорее склонился бы к фолду, то есть если бы я именно думал с точки зрения рейнджа, а не вот этих всяких вторичных факторов, типа что за сайзинг, что как ты тут репишь-то потерну. То есть я достаточно хорошо не подумал о стриме, вывел в первую очередь вот все эти соображения свои, да, а только потом уже начал думать о рейнже, даже уже после игры я начал думать. Вот не допускайте, пожалуйста, такой ошибки, да, всегда в первую очередь анализируйте рейндж, что могло добраться по такой линии до определенной улицы, и только потом, когда вы уже определили плюс-минус рейндж, прикинуть какие-то дополнительные факторы. То есть у вас, если вы понимаете, что вот вы рейндж определили оппонента, и у вас все равно пограничные решения, вот такие, блин, вот у него рейндж такой, он здесь может блефовать вроде как, у меня такой типа около вроде нулевой кол, непонятно, около нулевой, плюсовый или минусовый. И вот тогда-то вы начинаете думать о вторичных всяких факторах. Размер ставки, как он себя вел на предыдущих улицах, например, если у вас есть статистика, конечно, статистику можете посмотреть, да, там, размеры ставок и прочее, да, то есть как вообще это все складывалось. Тогда вот вы эти все вторичные факторы можете оценивать, но всегда запомните первичный рейндж, потому что иначе вы будете допускать грубые ошибки, да, вот играя по этой пресловутой динамике, когда у оппонента просто может не быть блефов, да, и как он не играет, вы все равно будете откалывать его в минус. Поэтому думайте о спектре, разбирайте раздачи и выигрывайте побольше денег. А на этом все. Всем хорошего дня, удачи с вами, пока.